Друзья, всем привет! Вы на канале Ягодный Грибалов. Сегодня у нас 28 октября 2023 года. Мы снова в лесу, в лесу Соснова. Приехали на поиски рядовок. Зеленушек, серушек. Но пока наши находки это только гиграфоры. Причем посмотрите какие большие, огромные даже гиграфорчики. Отличные. Кроме того, нашла поляну раскопанную. И на этой поляне, сейчас покажу, какие валялись зеленушки. Просто валялись. Люди раскопали зеленушки. Большие собрали, а маленькие вот такие просто побросали. Вот несколько штук у меня там в ведре я собрала. А гиграфоры, конечно, шикарные. Посмотрите. Какие. И хорошие, чистенькие. Взяли их. Ну что, сейчас пройдемся, посмотрим, что тут есть. И поедем тогда, может быть, в лесочек за гиграфорами. Уже грибники стоят, несмотря на то, что идет дождь. Такой мелкий, но идет. Грибники уже стоят здесь. Тоже, видимо, приехали на поиски зеленушек. В том году в этом лесу было их очень много, я уже говорила. Собирали до самых заморозков. В этом году вот они только-только начинаются. Только-только идут в рост. Так, что это такое? А, много вот таких у нас говорушек, бледно окрашенных. Но мы их не собираем. Так. Если что-то попадется, я вам покажу. Но я думаю, что в ближайшее время будут пока только гиграфоры. Друзья, ну вот и первая удача мне улыбнулась. Ира уже нашла серушки, несколько штук. А я нашла свою зеленушку. Тоже, посмотрите, какая уже такая прям отличная. Ножку обрежем. О, какая красавица. Отлично. Отправляется в корзинку. Я сегодня с ведерком, но не важно. Так, хорошо. Значит, все-таки уже есть. И мы их сейчас будем собирать. К сожалению, очки дома забыла. И, конечно, сложности есть у меня определенные в сборе. Потому что вижу плохо. Ну, ладно. Посмотрим, что я соберу сегодня без очков. Вот такой у нас замечательный лес. Лес здесь просто прекрасный. Очень красивый. Хорошо здесь лису сосенками пахнет. Ходить можно спокойно, тихо. Здорово. Посмотрите, какой мухомор мне встретился. А, он тут даже не один. Этот совсем мокрый. Да. Так, а этот у нас... Ну, этот уже получше. Получше. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Нет, к сожалению, тоже червивый. Червивый. Посмотрим здесь гиграфоры. Тоже вот молоденьких соснов. Обычно встречаются гиграфоры. Ну, что-то сейчас нет. Ну, впереди нас прошли грибники. Вполне возможно, что гиграфоры были. Но их уже нет. Так, раньше мы здесь собирали. И, в принципе, было много. Но нет. Нету пока. Ира уже нашла несколько зеленушек и серушек. Хорошо она сегодня начала свой сбор. Ну, ничего. Ладно. Так, а это что у нас? А это у нас сыроежка. Так, а это какие-то паутинники. Вроде бы неплохая. Сыроежку отличную. Я ее забираю. Посмотрите, во что превратились сыроежки буреющие. Это именно они. Вот. Становятся такими страшненькими черными грибочками. Сыроежки буреющие. Значит, немножко на них мы опоздали. Но у нас дожди. И на следующей неделе будет потепление. Поэтому мы еще все-таки сюда вернемся. Кроме того, в зеленушке есть малыши. Мы надеемся, что они еще будут. И еще волна их ждет нас впереди. Посмотрите. А вот попалась нам сыроежка буреющая. Еще очень-очень даже хорошая. Прям отличная. Поломалась. Сейчас посмотрим. Да, отличная, друзья. Чистенькая. Хорошая. Забираем. Забираем ее. Отправляется она в наше ведерко. И вторая часть поломанная. Так, вторая часть поломанная червивая. Сейчас посмотрю. Нет, это хорошая. Все, отлично. Попадаются еще здесь калибии мне. Тоже берем их. А вот рядом уже, посмотрите, видите, буреющая сыроежка, но плохая. Так, вот тут еще что-то вижу. Нет, это какие-то малыши. Посмотрите, какие шикарные мухоморы нашли. Еще напали на поляну зеленушек, но некогда было снимать, потому что Ира рядом ходила, надо было грибы собирать. Поэтому снимать некогда. Один уже совсем старенький. А этот, посмотрите, какой. Какой красавец. Сейчас проверим его шляпку. Так. Шляпка вроде неплохая. Да, гриб хороший. Ай-яй, поломался. Поломался. Забираем его. Красавца. Отправляется в нашу корзинку к зеленушкам. Дно уже закрыто. Хорошо уже. Все, уже не зря пришли. Уже грибочки есть. Нашла несколько еще. Рядовки тополиной. Или белокоричневая. Не, ну, мне кажется, тополевка это. Вот у полевки запах такой специфический. И вижу еще один мухомор. Многие у меня спрашивают, зачем я их собираю. Ну, когда такое маленькое количество, как сейчас, вот два-три штуки, то я их отвариваю отдельно. И кушаю вместе с другими грибами, как обыкновенные грибы. Только отдельно отвариваю, жарю вместе со всеми. Мусор снимем, песок, чтобы положить. Вот так. Отлично. У меня уже потихонечку корзиночка наполняется. Переходим. Идем мы в надежде найти все-таки зеленушки. Друзья, посмотрите, попадаются еще дождевики. Вот такие дождевики жемчужные. Некоторые из них я решила тоже взять, чтобы было грибное ассорти. Ну, какие-то они пустые. Вроде бы и белые, но пустые. Поэтому беру их немного. Эти не буду, как-то мне не очень нравятся. Дождевики здесь попадаются. Для ассорти, я думаю, вполне сойдут. Ну, что, мы сейчас уже решили дальше по лесу не идти. Потому что здесь, как вы видите, настолько все тщательно перекопано, что ходить, по-моему, бесполезно. Если грибы и есть, надо ждать нового урожая. Пока нам попадаются только срезы. И, видимо, ходили недавно. Прочищали здесь очень-очень хорошо. Видите, вон перекопано все. Поэтому, ну что, пойдем за гиграфорами. Перешли мы на поиски гиграфоров. Гиграфоры попадаются, но все-таки пока немного. Я думала, честно говоря, что будет больше, потому что неделя прошла с того времени, как я приезжала за ними последний раз. Они вот в этой части, посмотрите, не очень большие. Даже где мы вначале заходили, там они были покрупнее. Правда, их тоже мало. Очень много грибов потоптанных, сорванных и брошенных. Гиграфоров именно. Я решила, что маленькие тоже буду собирать. Ну, вот видите, вот на этом пятачке как-то больше и нет. А вот Ира мне подсказывает. Вот есть еще, да, это льдовка. Вот есть еще, тоже немножко сбитый. Вот он, гиграфоры. Так, Ира, что-то нашла, пойдемте снимем, что так вот по пути нашла. А, нет, это серушка. Это грибы. Рядовка серая. Вот эта рядовка серая. Но я ее не беру, она очень крошится. И ее сложно довезти, тем более две штуки. Поэтому брать их мы не будем. Так, а что мы здесь нашли? Вон, вон она лежит. О, посмотрите, какие Ира нашла. Гиграфоры, красота какая. Посмотрите, вот семейка. Вот под елочкой, вот она семейка. Вот, Ира еще сорвала. Посмотрите, какая красотища. И вон они, крупные какие. Сейчас мы тоже к ним подойдем. Да, Ира, я. Вы поняли, да, что Ира сделала отвлекающий маневр. Она мне дала те маленькие. А сама, ну не дотянусь я до него. Она уж сама лезет. А сама нашла большую, крупную семейку. Тут еще какие-то маленькие говорушки. Мы их не берем. На. Давай, давай. Вот так, Ира. Шутница. Ира, говорит, покажу тебе. Показала. Ну что, ладно. Мы будем собирать свои. Ай-яй-яй. А я стала... Сама раздавила гиграфоры. Вот так. Раздавила. Не заметила малышей. Ладно, буду собирать свои. И пойдем дальше. Друзья, посмотрите. А вот нам встретились паутинники. Кто-то их даже рвал и побросал. Я их сложила вот в кучке. Посмотрите. Чем-то даже похож на зеленушки, которые растут тут же. Сейчас я вам покажу. Видите, вот пластинки тоже вроде как светлые, но отличаются цветом шляпки. У них, у паутинников есть острая серединка. Пластинки тоже отличаются. У них они более грязные. И, конечно, размеры. Вот их тут, видимо, рвали. Видите, побросали. Но растут их много здесь. Так что будьте аккуратны. Не перепутайте. Вот еще кто-то кинул. Много здесь этих паутинников. Видимо, люди рвали. Думали, что зеленушки. Но хорошо, что оставили в лесу. Паутинки. А у нас почти полная корзина. Зеленушек. Есть и мухоморы. Говорушки. Дождевики. Гиграфоры. Мы очень довольны. Ира нашла еще масленок. Хороший настоящий масленок поздний. И нашла рядовки фиолетовые. А у меня еще есть рядовки чешуйчатые, рядовки тополевки. Так что у нас очень богатый ассортимент этот раз. Друзья, посмотрите, какие замечательные маслята нашла Ирочка. Прям слов нету. Шикарные просто. Обалденные грибочки. Посмотрите, какие маслята настоящие или маслята поздние. Красота. Просто шикарные грибы. Это еще не все. Посмотрите, вот такая троица. Это еще не все. Она нашла еще и... Я вам сейчас покажу шикарную вот такую вешенку. Посмотрите, какая красотища. Вешенка устричная. Вот такой маленький пенечек. И вокруг него, посмотрите, сколько вешенки. Здорово. Друзья, а на этих замечательных грибах я буду заканчивать свое видео. Наша прогулка подошла к концу. Мы набрали... У меня почти полное 7-литровое ведро. А у Иры еще в машине. И вот полный пакет тоже всяких разных грибов. Она еще и нашла рядовку фиолетовую. Несколько штук. Вот замечательные сегодня у нас грибочки. Я очень рада. И на этом я, как всегда, не прощаюсь с вами. А говорю вам до новых встреч на канале Ягодный Гриболов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok